На сегодняшний день менторская работа стремительно набирает обороты в области ЖИЦУ. Программа «Ментор по морально-правовой работе» представляет собой инновационную форму взаимодействия взрослых и подростков, где специалист выступает не только как психолог и старший наставник, но и как искренний друг. Напомним, что целью проекта является как оказание поддержки, так и направление подростков через различные жизненные ситуации, выявление и решение их проблем. Вместе с тем, работа менторов нацелена и на обучение учащихся. Так, в рамках программы в областном центре организуются различные обучающие тренинги. На одном из них выступили сотрудники ДЧС региона, а также отделы оказания экстренной медицинской помощи. Специалисты обучили ментора среднеобразовательных учреждений методом оказания первой неотложной помощи, поскольку, по словам экспертов, им необходимо проводить разъяснительные работы, в том числе по правилам поведения в купальный сезон. Наряду с этим специалисты нацелены также формировать в детях неравнодушие и стремление помогать ближним. Сегодня мы организовали встречу с двумя непосредственными службами, которые необходимы не только в нашей дальнейшей жизни, но и в нашем дальнейшем обучении. Данный тренинг, семинар, который проводится, это самый необходимый нам, менторам, посредственно, потому что мы, в большинстве, связанные с школой, работаем с учениками, с учителями и с родителями. Данное действие мы будем в дальнейшем уже в учебном процессе разъяснять детям, как купаться, как оберегаться и как оказывать друг другу медицинскую помощь. Но непосредственно, помимо того, что детям, мы должны еще также работать в детском контакте и с родителями. Нас пригласили в рамках демонстрации оказания первой медицинской помощи населению, потому что, когда случаются неотложные ситуации, чрезвычайные, медицинских работников обычно вокруг не бывает. Поэтому население, люди, каждый должен уметь оказывать самовзаимопомощь в любой ситуации, будь это при ЧАЭС, будь это в мирной жизни, просто на улице шел человек, упал, мы должны подойти, посмотреть. Любой человек, он не должен бояться подойти к пострадавшему, оказать ему помощь, потому что от этого зависит жизнь. Это в этом, в принципе, ничего сложного нет.